Сегодня у нас с вами занятие по мультиматике, тема у нас сегодня производная, а именно производная для ЕГЭ. Сегодня вашим преподавателем являюсь я, фамилия моя Буданова, зовут меня Ирина Сергеевна. Ребята, моя контактная информация у вас сейчас на экране. Для чего я ее даю? Если что-то непонятно, можете спокойно позвонить, если что-то осталось непонятно, можете позвонить, спросить, написать, обязательно отвечу. Если можете предложить какие-то новые темы для записи, нам это тоже интересно, пожалуйста, пишите, звоните, мы постараемся ответить. Принято. Теперь давайте о правилах, по которым мы сразу сегодня говорим. Итак, забываем о точных определениях, о красивом математическом языке, поговорим так, чтобы было понятно. Ну и простите, теорию даем по минимуму, тупо даем алгоритмы решения тепловых задач, потому что времени очень мало. Не говорим почему, говорим как. И даем только то, что пригодится именно на экзамене. Работаем вживую, пишем вручную, потом, извините, если получится что-нибудь скривовато. Сегодня мы рассматриваем самые простейшие задачи на производную. Вот эти задачи точно встретятся вам на ЕГЭ. Где? Вот эти задачи могут встретиться вам в базе, это 14 задачи. Ну а также это 7 и 12 задачи из профиля. Ну вот, задачи с параметрами. Многие задачи с параметрами решаются графическим путем, а график сложной функции вы без знаний производной просто не построите. Но дальше некоторые экономические задачи. Опять-таки наши угрыбители экономические задачи ввели такие, что опять-таки приходится исследовать какую-то функцию, находить наибольшее и наименьшее значение, то есть очень похоже на задачу 12 профиля. Вот без этого никак экономические задачи не сделайте. Более того, если вы пойдете в серьезные математические, технические и так далее, экономические ввозы, вот вся ваша высшая математика будет основана именно на этой теме, на производной. Поэтому, к сожалению, хотим, не хотите, не хотите, эту тему надо знать. Хорошо? Ну вот, теперь, надеюсь, я вас не очень сильно огорчу, и начинаем работать. Итак, есть два основных типа задач на производную, которые осуществляются на экзамене. Первая и серия картинки. Это 14 база и 7 профиля. То есть нарисована картинка, и надо что-то сделать в этой картинке. Ну и вторая задача, так называемая задача на максимум, то есть нахождение наибольшего и наименьшего задачи. Так называемая 12 задача профиля, которую так не любят решать. Ну, опять-таки, пугаться этих задач не нужно. Ну вот, просто мы даем кое-какие подсказочки, как это нужно делать, для того, чтобы не делать очень-очень обидные ошибки. Хорошо? По 12 задачу сразу говорю, что есть три способа. Есть метод подгона, есть метод здравого смысла. И потом уже, как у вас учат в школе, как делать нормально через производную. Ну, постараемся сегодня посмотреть. Хорошо? Теперь то, что вы должны знать. Даем опять минимум теории. То есть сейчас мы рассматриваем задачи на картинке. Поэтому вы должны знать, что такое производное. Знаете, очень нравится задавать этот вопрос, что такое производное. Была производная в школе? Была. А что это такое? А кто ее знает? Начинают говорить там про касательную, ну, тангенс, угла наклона. Ну, есть такое. Да, геометрический смысл производный. А что такое производное? Начинают говорить еще там чего-то, скорость, разведение, скорость, ускорение. Говорят, ну, физический смысл производный. А что же такое производное? Минута молочения. Знаете, просто смотрите, вот формула, которая сейчас на экране, вот то, что здесь записано, смотрите, вот у вас записано, есть какая-то функция y от x. Теперь смотрите, вот наверху поставить стрижочек, вот этот штрих обозначает, что вы имеете дело не с функцией y от x, а с производной этой функции. И нам достаточно такого определения, что производная функция y в точке x0 это приблизительно дельта y на дельта x. То есть это определение годится для тех, у кого в школе не было пределов. Потому что очень интересно, когда производная дает, а пределы, на основании которых это понятие вводится, не дают. Поэтому нам достаточно знать этого определения. Ну теперь для тех, кто не знает, что такое дельта x, есть такие у нас? Ну этого определения достаточно, чтобы решать задачи типа найти значение производной точки. Мы сейчас их посмотрим. Это осмотрим наша первая задача. Найти значение производной точки. Смотрели? Смотрели. Ну по вашей реакции я поняла, что вы знаете, как делается задача. Или с самого начала, это напоминает, или с самого начала все это рассматриваем. Рассматриваем с самого начала. Хорошо? Давайте. Итак, смотрите, да, еще раз. Ребята, тип найти значение производной точки. Смотрите, пожалуйста, как эта задача будет записана у вас в бланке. То есть изображены график функции. Вот кривую эту видите, да, график функции. Касательно к нему в точке сообщества их нулевого. То есть вот прямая. Задача найти значение производной точки к нулевому. Вот такая славная-славная задача. Напомню, ключевые слова мы подчеркнули. Найти значение производной точки. Как делается задача? Итак, первое. Ребята, вот это кривую видите? Саму функцию видите? Вам это даром не нужно. Это первый шаг. Второе. Вот точку их нулевого видите? Это вам тоже даром не нужно. Вас интересует только прямая. Вот эту прямую видите? На этой прямой берем две точки. Координаты, которые явно можно определить. То есть те точки, в которые мы попали в узелочке клетчика. Вот эти. Говорим спасибо тому доброму чарку, который за нас часть задачи сделал. Спасибо, доброму чарку. Начинаем работать дальше. Так, теперь что мы делаем? Напомню, что все сводится к определению производства. Ребята, смотрите, кривенька нарисована. Вот наша прямая. Вот две точки, которые мы взяли. Раз, ту точку. Два точка. Определение производства. Помните? Ну, то, что я говорила, так. Ну, вот. Давайте даже на этой картинке посмотрим. Итак, точечка А. Точечка В. Теперь что мы делаем? Дополняем до прямоугольного треугольника. То есть, смотрите. Вот так линию нарисовали. Вот так линию нарисовали. Могли делать вот так вот. И вот так вот. Без разницы. Главное, у нас задача получить прямоугольный треугольник. Получили? Получили. Формулу, по которой работаем, видим? Видим. Итак, смотрим. Так что тут наш катет ВС вдоль оси У. Это наша дельта У. Вот катет вдоль оси Х. Видим? Это наш дельта Х. Теперь остается вот этот катет на нас. Выделить на вот это. Это наше первое действие. Ну, у кого, кто плохо... Ребята, опять, кому-то легче видеть, кому-то лучше слышать. Вот в некоторых словах тут записано. Итак, давайте еще раз. Что катет вдоль оси У, вдоль ТУ. В нашем случае сколько клетчика? Две клетчки, да? Теперь считаем, катет вдоль оси Х. Это дельта Х. Сколько клетчика? Восемь. И теперь, что мы делаем? Вот наше определение. Дельта У, двоечку. Делим на что? Восьмерочку. Чего получаем? Одну четвертую. Ну вот, теперь определяем знак. Ребята, здесь бывает очень много ошибок. Потом давайте это еще раз. Как определить, что это знак? Вот нашу прямую АПО, видите? Вот это график какой функции? Которая бывает или которая возрастает? Возрастает, да? То есть, ну, пишем, да, то, что пишем слева направо. Пишем, да, так. Стрелочку поставили, стрелочка вверх. Возрастает. Была бы другая картинка. То есть, ну, были бы со знакомыми, если поставили. Мы так смотрим. Да, что у нас прямая, грубо выражаясь, АПО возрастает. Поэтому наше значение 1 четвертую пишем со знаком плюсом. То есть, смотрите, что у нас будет. 0,25. Задача решена. То есть, напомню, если прямая слабо не вот так вот, а как-то вот так вот, вот тупым углом, тогда бы писали знак минус. Ребята, еще раз самое важное определить знак. Правила хорошие тонны. Ребята, сразу начинайте со знаками. То есть, бывает очень много ошибок, когда народ находит численное значение производное, а бывает поставить минус в ладке. Потом, если вы точно знаете то, что у вас будет знак минус, то есть, если у вас, вот, ваше касательное проходит под тупым углом кассио X, в этом случае пишите знак минус. Ребята, успеваете, нет? И так смотрим, да, что если угол острый, либо стрелочка вверх, тогда пишем со знаком плюсом. Вот, если угол тупой, соусе X, либо стрелочка слева направо идет минус, тогда пишем со знаком минус. И так, еще раз, начинайте со знака. Слишком много заданий, слишком много, но это ошибок, которые связаны именно с потерей знака. Давайте еще раз схему, как работает задача найти значение производной точки. И так, первую, напрямую, берем две точки в узелочков. Как правило, есть хорошие люди, которые за нас эту задачу делают, эти точки, как правило, отмечены. Так, второе. Дополняем до прямого внутривой ногами. Определяем знак. То есть смотрим функцию, бывающую или возрастающую по нашей прямой. Ищем отношение катетов. Доль Ту, доль Тх. То есть доль АТу на тот катет, который вдоль АТх. Все. Пишем в ответ, получаем максимальное количество баллов. Ну, для тех, кто просил, ну, теорию, для тех, кто может быть с этой темой сталкивается первый раз, да, смысл задачи, которую мы делаем, мы ищем там ее с угла. Ну, в нашем случае искали там ее с угла А. То есть онкл, который образован между нашей касательной, между нашей прямой, 8 и X. У нас задача найти там ее с этой угла. Это и есть геометрический смысл производства. Давайте посмотрим, хотите попробовать такую задачу с вами сделать. Или пока делаем вместе. Ребята, те, кто будет смотреть наш вебинар записи, может включить паузу, попробовать задачу сделать сами. Ну, а мы, чтобы время не терять, делаем сразу вместе. Хорошо? Это осмотрим схему. Вот написано вот. Задача найти значение производства. Точечки. Видно? Схема есть. Что делаем? Кривая есть? Есть. X на новую есть? Есть. Оно нам надо? Правильно. Не надо. Что нас интересует? Только прямая. На этой прямой берем две точки, корзинаты которые явно падают в узелочки. Смотрите, точка есть? Точка есть. Две точки есть. Дальше что делаем? Дополняем до прямоугольного треугольника. Можем это сделать? То есть вот так делаем. Вот так делаем. Вот наш прямоугольный треугольник. Сразу определяем знак. Ребят, вот смотрим, да, вот наш прямой. Пишем слева направо. Стрелочка, да, пойдет? Есть, да? Ребят, нормально пишут, очень грубо. Вот. И теперь у нас задача. То есть какой у нас будет знак? Положительный или отрицательный? Да, смотрим, да, что функция бывающая. Потом получаем функцию, что будет отрицательная. Ну, что знак производный, вот отрицательный. И остается найти ее значение. Вот катет вдоль оси Y. Сколько клетчика? Две клетчика, да? Ребят, нормально? Вот. И смотрим, сколько у нас их катет вдоль оси Y. Сколько клетчика? Попробуйте пишутать сами, хорошо? Посмотрите, я это вынесла. Так, ну что, грязь убираем. Так, давайте. Вот здесь красиво нарисовано. Точка А, точка Б. Нашли угол тупой. Потом пишем со знаком минус. По оси Y. Две клетчки. По оси X. С кукольчиками. По оси клетчика. Потом учим двоечку. Делим на восьмерку. Это 1 четвертая. Со знаком минус. Мы пишем минус 1 четвертая. Не забываем, перейти в десятичный вид. Потом получаем минус 0,25. Опять суток. Терпимо. Ну, надеюсь, у всех так получилось. А да. Ну, кто не всплывает, вот смотрим, да? Что здесь написано, как делать в словах. Более хитрый тип задач, который так не любит решать народ. Прочитайте, пожалуйста. Вот я опять подчеркиваю информацию, которую вы должны знать. Итак, найти значение производной точки. Найти значение производной точки 4. Простарай. Все хорошо. Можем работать по предыдущей схеме или нет? Можем. А как? У нас прямой-то нет. Нет прямой. А кто мешает ее, поздравит. Итак, смотрим. У нас задача найти две точки, через которые проходит наш касатель. Давайте смотрим, что проходит в точке с абсцесса 4. Точка есть? Да вот наша точка. Точка есть? Одна точка уже есть. Давайте посмотрим, еще через какую точку проходит. Проходит через начало координат. Вторая точка тоже есть? Две точки есть? Две точки можем соединить? Соединили. Что получили? Прямо. Потом задача, ну, ничуть не отличается от того, что у нас было. И посмотрим, да? Что вот, нашу предварительную картинку нарисовали. Вот мы взяли две точки. Вот точка B. Начало координат точка A. Ребят, как найти точку B? Еще раз понятно, что координата по X4. Нашли что? Вот. Нашли точку с координатой по X4. Теперь дополнили до прямогольного треугольника. Получили? Получили. Сразу определяем знак положительный или отрицательный. Это вот наша прямая. График какой функции? Больший или взрастающий? Взрастающий. Поэтому какой знак? Правильный плюс. И дальше определение дельта Y на дельта X. То, что мы делаем. Длину картинка B, C. Делим длину картинка A, C. Смотрим, сколько клетчиков. Вот то, что здесь написано. И там смотрим, да, что это. Это 6 клетчика. Это сколько? 4. Что получается? 6 дельм на 4. Получаем. Полтора. Зазнанка плюс. Максимальный количеств баллов. Ребята, и посмотрите то, что сейчас на экране. Посмотрите, что записано наверху. Есть задачи из базы. Задача 14. Ну, кто будет сдавать в 10 классе, там повезет. Таких задач не будет, скорее всего, да? Но так, кто сдает после 11, такой задач вы вполне можете. Работать. Вопрос. Сможете ли вы эти задачки? Или сразу разберем. Ну, те, кто смотрит в записи, можете нажать остановку. Попробуем сделать сами. А мы, чтобы не терять времени, попробуем сделать. Делаем. Мы так смотрим. Произносим волшебное слово из 4 букв. А именно слово тупо. Итак, идем с самым-самым тупым способом. Ребята, напомним, что у вас на экзамене не будет времени, чтобы вспомнить глубоко-глубоко все время. Поэтому лучше, если вы будете знать эти тупые-тупые методы, как решать задачу. Вот, посмотрите, да? Вот. Что мы делаем? Мы решаем ту же самую задачу, которую было у нас перед этим. Ну, вот. Ну, смотрим, да? Итак, смотрим. Точка А есть? Есть. Две точки на касателя можно взять? Точку взяли где-то. Ребята, нам без разницы. Нам приблизительно оценить значение. Точку взяли, точку взяли. Прямоугольный треугольник получили? Получили. Теперь смотрим по у и по х примерно одинаковое значение. Потом численное значение сколько? Около единицы. Знак плюс или минус? Стрелочка вверх. Плюс. Потом в точке А у нас где-то около единицы. Смотрим точки В. Две точки взяли. Нарисовали прямоугольник. Сразу. Производное положительное или отрицательное? Стрелочка вниз. Либо то, что у нас угол тупой. Потом значение производное отрицательное. Дельта у делим на дельта х. Что получается? Где-то около минус, около двух. Со знаком на улице. Точка Ц сразу положительное или отрицательное? Стрелочка вверх. Положительное. Сколько? Ну, явно меньше единицы, да? Ну, где-то одна вторая, на третью. У ответа есть одна вторая. Потом, скорее всего, одна вторая. Ну, последний вариант. Ребята, нам приблизительно нужно. Смотрите, вот если мы отодвинемся назад. С вашего разрешения идем назад. Смотрите, у нас записано значение. Мы просто делаем метод подгона. То есть смотрим, что у нас есть. Мы просто пытаемся подогнать. То смотрим, что положительное. Смотрим, что у нас точка А и точка Ц. Только в этих случаях у нас производная положительная. Но дополняем до прямоугольника. Говорим, что здесь у нас где-то около единицы. А здесь мы будем более покатенько. Здесь где-то одна вторая. То есть просто тупенько выбираем из этих значений. Это все. Ну, дальше у нас есть отрицательное значение. Есть. Где у нас? Только вот здесь. У нас только одно отрицательное значение. Какой точке? Точке Б. Потом значение минус 2 соответствует точке Б. Вот и все. Ну, и то, что осталось. А что осталось? Нолик. Вот наш нолик. Чему соответствует? Точки, да? Вот видно. Просто металл. Ну, скажем, переговора. Немножечко подгоняем. Ну, если хотите, можете посмотреть. Такие задачи. Пробуем это делать. Или пропускаем на более серьезную. То же самое с задачей базы. Опять-таки, ну, как подсказка ребят. Потом будет запись. Поэтому, кто не успевает, можете потом запись. Потом посмотрите, хорошо? Вот, поэтому, смотрите, с вашего разрешения я просто пролюстаю. И досмотрим еще раз. Волшебное слово тупо. Че делаем? Ищем. Прямая есть? Есть. Две точки взяли? Взяли. Прямоугольные, треугольные получили? Получили. Сразу положительные и отрицательные. Отрицательные. Потом берем между вот этим значением и вот этим. И смотрим, да, что дольты у на дольты х. Ну, явно, дольты у больше. Потом значение, ну, минус 0,7 никак не может быть. Правильно? А минус 3? Пожалуй. Потом говорим, что значение А соответствует какому значению? Минус 3. Возьмем точку В. Две точки взяли. Реально. С прямым угольным и треугольным получили. Значение положительное или отрицательное? Стреточка вверх. Положительное. Сколько примерно? Где-то около 4, да? Просто смотрим, какие значения на соответствии положительные. Ну, что не 0,5, это точно? Явно выше. А 4? 4 может подойти. Других вариантов нет. Вот так делаются такие задачи. Ну, кому интересно, ответы здесь записаны. Так, следующая задача. Тип задач и серии картинки. Ребят, смотрите, да, вот я говорю. Просто вот здесь записано, какие типы задачи вы можете получить. Смотрели? Итак, смотрите. У вас задачи типа... Вот опять-таки нарисована как эта картинка. Задача дойти точки максимум минимума экстремной функции. Ну, экстремная функция – это и есть наши точки максимум минимума. Ребят, опять глубокая теория избегает. Кроме только то, что пригодится на пальцах. Вы простят меня математики. Дальше. Задача найти участки возрастания и убывания функции. Участки, где производная положительная отрицательная равна нулю. Количество решений и уравнений производная равна нулю. Точку, в которой функция принимает наибольшее, наименьшее значение. Вот это основные типы задач и серии картинки. Ну, продолжение, кроме найти значение производной точки, которую мы рассмотрели. Делаем. Ребят, действует следующее правило. Ребят, смотрите пожалуйста на экране. Еще раз. Правило. Даже не начинайте читать задачу, пока не сделайте вот эту таблицу. Как связаны функции и ее производные. Даже задачи, как правило, простые до дебильности. Но если вы видели, сколько ошибок там, наверное, лепят. Почему? Потому что слишком много слов. Вы сидите в состоянии стресса. Ну, вот головка у вас будет занята совсем другим. Ну, короче, бывает очень много ошибок. Тяжело разобраться в этой словесной таблице. Потом еще раз. В начале таблицу. Потом читаю. Хорошо. Для тех, кто первый раз видит эту таблицу. То есть для тех, у кого производная еще не была. Итак, смотрим. Начинаем заполнять таблицу с того, что стоит внизу. Итак, значение производной. Значение производной. То есть y в три. Может быть положительным. А отрицательным. Равно 0. Если производная положительная, функция срастает. Если производная отрицательная, функция бывает. Если значение производной равен 0. И мы переискаем. Ну, при условии смены знака с плюсом на минус. Мы имеем дело с точкой максимума либо минимума. По-другому точкой экстремума. То есть экстремума точка максимума. Обязательно должна из плюсов и минусов выйти. Либо из минусов и плюсов. Смотрели? Итак, в начале таблицы. Потом 4. Дальше. Теперь как работать. Ну, теперь просто правило, которое для себя должны помнить. Итак, должны жестко помнить. Если вы работаете с производной, вас интересует расположение относительно оси x. Так, ребят, еще раз. Производная смотрите только оси x. Смотрите выше оси. То есть производная положительная. Ниже оси. Производная отрицательная. Либо пересекаете оси x. Пересекаете в этих точках. Производная отрицательная. Ну, или самая функция в этих точках имеет максимума. Я запомнила? Еще раз. Это надо знать. Более чем. Хорошо? Более чем точно. Хорошо? Так. Теперь, когда работаем с функцией. Еще раз. Производное расположение относительно оси x. Только оси x нарисует. Выше и ниже пересекаем. Работаем с функцией. Нас нарисует. Сам график. То есть, где мы говорим. Где мы возрастаем. Интересует янг-букольки. То есть, точки максимума, точки меню. Ну, тяжело наверняка. Пока это на слух. Правда? Ну, теперь, ребята, смотрите, пожалуйста. Вот эту фразу. Потом пытаюсь объяснить. Что когда работаем с производной, все не как в людей. Запомнили? Попробуем? Ну, давайте посмотрим на нашу первую задачу. Прочитали? Итак, на рисунке график функции. И 11 точек на этой графике. Задача найти точки, в которых производная положительная. В ответе указать их количество. Итак, ключевое слово, ребята, ключевая фраза у вас почерпнута. Производная положительная. Ребят, задачу прочитали? Все сперва прочитает? Все сперва прочитает? Ребят, еще раз. Вначале таблица, потом читаем. Задача простая для любильности. Слишком отожженная. Потом опять-таки работает алгоритм. Таблицу заполнили, только потом читаем. Табличку видим? Видим. Давайте, как у нас слово, блог ключевого. Найти, где производная положительная. Смотрим, есть ли производная положительная. Видим? Производная положительная. Тогда функция что должна делать? Возрастает. Потом учащим. Ищем, где мы возрастаем. И смотрите, да? Говорим доброму человеку, который эти точки уже за вас пометил. И просто смотрим, да? Ребят, точки X1. Возрастаем или бываем? Вбываем. Подходит? Да. Точки X2. Вбываем. Не подходит. X3. Возрастаем. Подходит. X4. Подходит. X5. Ребят, смотрим, да? Что мы имеем дело с какой? С точкой максимум. Значение, образованное в точке максимум равно 0. Потом эта точка не подходит. Дальше, вы знаете, как правило, здесь начинаются словесные бои, что кто-то говорит, что а вроде как убывает, а вроде как возрастает. Кто-то говорит, а вроде как максимум, минимум. Говорят, ну это не ко мне. Обычно у вас нарисовано не так. И что нарисовано, что смотрите, вот эта точка не очень понятна, да? Вот эта точка не очень понятна. Но, по идее, у авторов это точки максимум. На экзамене, как правило, бывают более точные задачи. То есть, как правило, с этим точками не столкнулись. Ну что? Итак, смотрим. Да что, X5 не подходит. X6. Ну, кстати, X6 это что за точка? Точка минимум не подходит. X7 побываем. X8 минимум не подходит. 9 побываем. 10 возрастаем. Пометили. Подходит. 11 точка максимум не подходит. Ну, а сейчас пересчитайте, сколько точек мы пометили. Сколько? 3 точки. Потом, чем будет в ответе? То есть, 3, 4, 10 точка в ответе? 3. Ну, вот, дальше. Ребят, задача, опять-таки. То есть, для тех, кто хорошо решает тот тип задач, который мы смотрели, иногда не очень хорошо решает задач такого типа. Потому что, смотрите, здесь дикое определение целых точек. Что такое целая точка? Вам в школе давали? Более, вы знаете, иногда записана, ну, расшифровка этого понятия. То есть, в скобочках вот написано, там, где координаты целого числа. Ребят, ну, вообще две координаты. Правильно? Вот, ну, смотрим, да, что, поэтому мы опять избегаем глубокую теорию. Просто вот авторы, которые дают вот такие задачи, задачи из открытой банка, вот, они подразумевают там, где координаты х являются целым числом. То есть, на у они и смотрят. Вот такой смысл задачи. Запомнили? То есть, немножко можно сбиться. Итак, смотрим, да, как решили. Вначале таблицу, потом читаем. Таблицу запомнили? Запомнили. Теперь начинаем читать. Итак, производная отрицательная. Если производная отрицательная, что должна делать функция? Убываться. Потом смотрим, в каких точках мы убываем. Смотрим, здесь убываем, на этом участке убываем. Но целых точек у нас нет. Потом здесь мы ни одну точку не пометили. То есть, смотрим, да, вот наш помещенчик. Вот убываем. Но целых точек, это точка выколота. А эта точка минимум не подходит. Здесь мы возрастаем. Зашли до этой точки. Вот теперь начинаем убывать. Вот до этой точки. И смотрим, там, где мы попадаем в узелочки по x. Там, где x целая координата. Эти точки мы пометили. Раз точка, два точка, три точки. Эта точка не подходит, точка минимум. Здесь возрастаем не подходит. Здесь мы убываем. Потом на этом подножочке ищем. Попало целые значки. Вот попало. Отметим. Потом сколько точек получили? Три точки. А мы попали по x. Мы смотрим, чтобы по x была целая координата. Потом говорят, то, что координата, целое число, одна, почему координата написана. Вот у меня это определение не может быть делая. Ну, задачу их делали. Следующая задача. Как она будет звучать? На рисунке графика производной. Ребят, еще раз. График производной. Определенный. Ну, записано где она определена. От минус 7 до 4. Ну, вот и найти промежутки бывания. Указать сумму целых чисел, уходящих в эти промежутки. Как всегда, в начале таблицы. Таблицы у нас есть. Дальше начинаем расправляться. Работаем с производной. Ребят, если работаем с производной, что нас интересует? Еще раз ключевое слово. Интересует расположение относительно от сей в x. Выше, ниже, пересекаем. Потом что мы делаем? Нас интересует оси x. Где-то мы оси пересекаем. А что в точках? В этой точке. В этой точке. Пересекаем. Нам нужно, чтобы функция бывала. Если функции бывают, производная какая? Отрицательная. Есть производная отрицательная, где расположена ниже сей в x. То есть в этой области. Потом смотрим. Только вот на этом промежутке. Видно? Только вот здесь. Наши функции бывают. Ребят, еще раз. Производная. Все никакой идеи. Вот не смотрите, что здесь возрастает. Производная здесь. Так. Да, смотрим. Да, стоящим, где мы ниже. Ребят, я вынесла на отдельный четверок. То есть смотрим. Вот мы ниже. Вот мы опущены ниже. Вот подчеркнули. Теперь у нас они рисуют сумму целых чисел, которые вошли в этот промежутчик. Какие числа вошли? Минус 5. Минус 4. Минус 3. И что осталось найти? Осталось найти их сумму. Потом ответили будет минус 12. Так, следующий тип задачи. На рисунке график производный. Найти в какой точке функция принимает наименьшее значение. Ребят, вы знаете, вот обычно на эту задачу, вот когда мы работаем на занятиях, мы говорим, ребят, попробуйте. Это мы не доверим. Но у нас времени нету, потом сразу разбираем задачу. Хорошо? Ну, кто смотрит записи, тот может остановить, посмотреть. Ну, потом вместе посмеемся. Какой ответ получится? Хорошо? Ну, для вас. Итак, наименьшее значение. Ребят, надеюсь, никто минус 3 в ответ не получится. Никто же не получится. А какое в значении получится? Ну, что? Разбираемся вместе? Разбираемся вместе. Итак, смотрим еще раз. То, что у нас есть. График производный. Потом опять. Таблица перед глазами есть? Есть. Я ее не нарисовал. Что нас интересует? 8x. Где-то пересекаем. Пересекаем. Какой точке? Точки минус 2. Вот нарисовали. До, смотрите, до этой точки мы располагались в нижайсе. То есть производная была какая? Отрицательная. Вот пишем, что до этой точки производная отрицательная. После этого производная стала какая-то положительная. Вошли плюс. Стала положительная. Нарисовали. То есть вот то, что красненьким это знаки производной. Производная отрицательная. Производная положительная. Если производная отрицательная. Функция чего делает? Вот мы нарисовали. Теперь дошли до точки минус 2. Стали что делать? Здравствуйте. Потом если мы будем рисовать график нашей функции. Напомню, что это у нас производная. А если будем рисовать график функции, он себя ведет. Вот так. То есть никакой связи с этой картинкой нет. Все никак в людей. Правда? И теперь смотрим. У нас задача наименьшее значение. То есть самая низкая точка, которая здесь расположена, это какая? В какой точке сам маленькое значение? В точке минус 2. Вот на чем ответить? Минус 2. Ну, надеюсь, вы получили тот же ответ. Ребята, просто интересно, набрать статистику. 90 пишет минус 3. Правильно? Но вы же будете умнее. Вы же не запишите минус 3 в ответ. Ну, для тех, еще раз. Итак, читаем. Производная отрицательная. 8х. Вы же нижняя. Нарисовали, как вы делаете производную. Как вы делаете функцию. Нашли самую нижнюю точку. Вот иди минус 2. Ну, кстати, может быть другой тип задачи. Найти точку. Смотрите, да, то, чтобы нарисовать в самой низкой точке, это и есть наша точка минуса. Либо, если, смотрите, мы меняем знак с минуса на плюс, и это точка минуса. Для тех, кто очень плохо понял, либо для тех, у кого эта тема, первый раз так. То есть как определить, точка максимума или точка минуса. Ребята, работаем с производной. Производная. Ключевое слово. Все не как в людей. Потом, смотрите, вот мы переходим через эту точку. То есть в этой точке разводная равна. Потом и эта точка. Либо максимум, либо минус. Теперь, смотрите, мы вроде как растем, да? Если растем, какое слово в голове? Максимум или минус? Максимум, да? Все не как в людей, это минус. Может пригодится. Либо смотрите, да? Из минуса выходим в плюс. То есть мы вначале обували, потом отрастаем. Ямочка. Если ямка, то минус. Такой тип задачи также бывает. Так, ребят, очень полезный тип задачи. Да, смотрим, да что, у вас сразу четыре задачи в одной. На ЕГЭ такого не будет. Я просто все, что можно, наслила. Но на эту тему наслила одну задачу. Пробуем? Ну, опять, пробуем оставить запись. Ну, а остальные смотрим здесь. Хорошо. Смотрели. Дружно заключали. Мы знаем, 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 как это делается. Закричали? Или разбираем вместе. Разбираем. Так, смотрим. Из чего расключил? Бой особый такой. График чего? Производный. Сразу, что нас интересует? Вырастание бывания или оси-экс? Оси-экс. Вот. Ж ползал. Да, сейчас сделаем. Так нас начинется от оси-экс. Вот мы смотрим. Вот наш первоначальный график. Мы смотрим точки, в которых мы пересекаем нашу осу. Сколько точек? Три. Какие? Вот на рассеале минус три. Два. Восьмерка. Точки есть. Следующая задача. Расставить, где у нас производная положительная и отрицательная. То есть там, где выше оси-экс, наша производная положительная. Там, где расположены ниже оси-экс, наша производная отрицательная. Потом до точки минус три производная положительная. Потом от минус трех до двух производная отрицательная. От точки два до точки восемь производная выше оси-экс, положительная. И после точки восемь мы уходим в минус. Знаки поставим. То есть это наше второе действие. Первое. Найти точки перечимания. Второе. Расставить знаки производства. И третье. Смотрим, как вы делаете все функции в зависимости от знака производства. Производно положительно возрастаем. Отрицательно убываем. Возрастаем. Бываем. То есть вот мы написали подсрочник. Потому что написано здесь. Так. Ребят, смотрите. Да, вот эта вот синяя штучка, которая нарисована видом. Что если мы будем рисовать грехов нашей функции? На этом промзочке. Вот именно так наши функции себя будут вести. То есть как? Да вот так ведется ракция. Проблизительно. То есть видно, где убываем, где возрастаем. Можем дойти наибольшие значения. То есть еще раз. С вот этой картинкой вообще ничего не имеет. Абсолютно разные вещи. Так. Теперь смотрим на нашу первую задачу. Интересует отрезок. От минус двух до двух. Ребят, смотрите, да. Наносим отрезок. От минус двух до двух. Вот я вам и нанесла. То есть мы работаем в этом отрезке. Смотрите. На этом отрезке функция что делает? Бывает. Вот если бывает. Так. У нас задача найти наибольшую или меньше. То есть мы падаем. Потом смотрите. В этой точке у нас самый высокий значение, самый большой. В этой самой низкой. То есть наибольший будет в точке минус два, но меньше какой. В точке два. Работаем синий. Вот синий, так. То есть наметили у нас отрезок от трех до пяти. Что делать функция? Да вы ставите. Поэтому самое низкое, самое маленькое значение в точке три. Самое высокое, самое большое значение в точке пять. Вот и все. Ребят, вот это действительно пригодится. Вот будет моя воля, такие задачи я бы оставила. Потому что до этого они мало показались. Так, следующий тип задачи. И серия картинки. Ребят, так называемая параллельность. Просто разбираем на пальце, как это звучит. Хорошо? То есть работаем с фолшивой на своем тупо. Потому что если буду, ну, кого интересует, можете опять позвонить. У телефон есть написать. Я расскажу вам, почему это. Почему? Вот объясню. Потому что на занятиях мы где-то минут 20 тратим на эту тему, чтобы объяснить. У нас этого времени нет. Мы просто разбираем тип задачи. Это задача. График функции. Найти количество точек, которые касательно, параллельно, прямая. Это у нас две задачи. Итак, ребятки, еще раз. Ключевое слово. Параллельно. Итак, график функции. Касательно. Параллельно. Как решается? Опять все знают, да? Ну что, хихи сказать? Ну да. Итак, смотрим, как делается задача. Первое действие. Ищем производную. Нашу прямую. Смотрим. Так что это прямая, это прямая. Потом ищем производную тех функций, в которой будет. Так. Смотрим. Производная от числа. Кто помнит? Это ноль. Производная от этой функции будет сколько? Минус 2. Потом на этой теме остановимся. Так. Пока терпим? Терпим. Теперь что мы делаем? Теперь вот то, что мы получили, вот наше производное получение, да? Да? Мы проводим как раз наши прямые. Ищем точки перечения с нашего графика. Еще раз нужны? Итак, смотрим, да? Еще раз. Ищем производную. И теперь вот то, что получили, мы эти прямые просто рисуем. Вот мы нарисовали. Вот красненькое, это там, где Y край 0. Вот синенькое, это там, где Y край минус 2. То соответствует вот этому значению. Красное соответствует вот этому. Теперь ищем количество точек перечения нашего графика, наших прямых. То есть для первой задачи, сколько точек причем? Две точки, где-то пойдет оттуда. Ну, для синенького тоже можно спокойно рассчитывать. Так, следующая задача. Ребят, просто опять, с задачей очень много было информации, в которой было бы можно запутаться, да? Вот, ну, давайте еще раз повторим немножко эту тему. Вот я к примеру и нарисовала, чтобы просто опять не запутаться эти точки. Хорошо. Итак, посмотрите, у нас есть графика производная. Ну, вот, и целая кучечка, точечка на ней. Наша задача найти точки максимума и промежутки, на которых у нас бывает. Хорошо. Смотрели? Работаем. Итак, смотрим, да? По какому правилу работы? Не читаем задачу, пока что не делаем. Табличку. Табличка есть предкладная? Есть. Теперь, вот смотрим, да, что вот наша графика. Наша графика исходная. Начинаем работать с ней. И смотрим, да, что наша первая задача. Найти точки максимума. Задача. Точки максимума. Берем. Работаем с производной. Потом, что нас интересует? ОСИОХ. Значение производной. Точки максимума и минимума. Чем равно? Нулю. Потом, что еще? Мы ищем точки, в которых мы что делаем? Пересекаем наш ОСИОХ. А где мы пересекаем? Раз точка. Два точка. Три точка. Четыре точка. Пять точек. Вот точка, которую мы нашли, да, то есть мы пересекаем наш ОСИОХ. Потом это точки максимума и минимума. Теперь наша задача определить, какие из этих точек является точка максимума, какая и какие являются точка минимума. Вот давайте возьмем, опять-таки, либо мы можем делать при помощи высокой теории, то есть говорим, что из плюса выходим минус. То есть здесь мы возрастаем. И здесь мы ручки сложили. Это максимум. Либо идем в фото по мозгой. Сегодня, как у людей, смотрим в точке А, падаем. Какое слово минимума, да? Сегодня, как у людей, это максимум. Давайте посмотрим, как мы возьмем точку G. Вот это максимум и минимум. Смотрим, идем, растем, да? Растем, как высокая максимума. Сегодня, как у людей, точка минимума. Либо говорим, что вот здесь, из минуса. То есть вот до точки G мы побывали. После этого стали, что делать? Вырастать. Из минуса ушли в плюс. Из минуса ушли в плюс. То есть сначала убывали, потом стали возрастать. Ручки сложили, что получили? Ямку. Если ямка, то точка минимума. Вот так делается задача. Так, вторая задача. Промежутки, на которые функция выбывает. Сложение. Так, функция бывает где? Где прозвольный отрицательный отрицательный. То есть напомню, что это идет речь. А каком тебе задача? Двенадцатая задача. Которая народ так плохо, плохо делает. Многие, если вы в эту текущую ходить не будете. Правда? И так смотрите, да, что существует три способа решения этих задач. Первое. Как положено. Через произвольную. Второй метод. Который так нравится. Метод здравого смысла. Ну, третий метод. Чисто по-другому. Ребята, чисто по-другому. Метод мы отдаем. Но метод мы даем только для тех, кто не способен. Решить задачу первым способом. Через произвольную. Потому что этот метод работает не всегда. Это очень-очень опасно. Но если других способов не знаете, идет через подгон. Кто мешает? Хорошо? Так, теперь давайте посмотрим, да, вот, ребят, то, что вы должны знать его производной. Смотрите, пожалуйста. Вот здесь записана основная формула, без которой производная снасти является. То есть как связана производная. То смотрите, вот у вас функция, вот ее производная. Смотрите, пожалуйста. Бывает очень много ошибок. Ребята, смотрите, пожалуйста. То, что я сейчас даю, то, что у вас есть. Функция x степень n. Производная x степень n. Что это есть? Выносим степень n. Берем x в степени на единицу меньше. Катя, так лучше, нет? Ребят, нормально слышно, нет? Ну что, попробую приглядеть к камеру, но остальные не жалуются. Итак, давайте вот еще раз. Катя, лучше? Итак, давайте, ребятки, еще раз. Посмотрите, пожалуйста. Немножко по-другому даю формула. Вот я пишу именно то, смотрите. Вот то, что там дают в школе. И везде пишу, что множат на производную от Excel. Если будете работать по этой схеме, ошибок не будет. Ну, потом объясняю, как это делать. Так, ну пока работаем по схеме. Итак, наша первая, наша схема. Как найти значение, как найти наибольшее, наименьшее, как найти точку максимума. Как положено. Первое, что делаем. Ищем производную. Второе, смотрим, где производная положительная, где она отрицательная, где равна нулю. Ребят, они просто равны нулю, как у вас учат в школе. То есть, так, теперь на основании того, что получили, где производная положительная отрицательная, равна нулю, делаем выводы, где функция возрастает, убывает, где у нее точки максимума. После этого, если в условии есть границы, мы их ставим. То все это на числовое, прямое, все это будет нарисовано. Четвертое, выбираем нужную точку и смотрим обязательно условия. Если у вас в условии найти точку максимума, вот точку, которую мы получили в четвертом пункте, мы пишем в ответ. Если у вас задача найти наибольшее, наименьшее значение, то точку, которую вы получили, нужно подставляем в исходную, напечатанную на банке фонусом и пишем в ответ. Ребят, еще раз, смотрите, для себя нашли нужную точку. После этого все, что связано с производной, просто зачеркивайте. Потому что слишком много охотников поставить полученную точку, то есть, если ищите наибольшее, наименьшее значение, очень-очень многие пишут, то есть, вставляют полученную точку в значении производной. Получают 0, высота с 0 баллов. Подставляете только в исходную функцию. Не запутаться. Хорошо? Давайте посмотрим задачечку, которая у вас вполне может быть на экзамене. Хорошо? Итак, смотрим. Найти наибольшее значение функции. Функция указана на отрезке. Схема помните? Первое, что делаем. Ищем производную. Помните, я ее показала. Для тех, у кого не было производной, говорим, как это делается. И так смотрим, да, что у нас стоит. Вот смотрите, вот наши функции. Смотрите, из чего она состоит. Раз функции. Два функции. Ну, третья функция, которая представится из числа. Видно? Между ними ставят знаки плюсов и минусов. А у нас есть формула, что производная сумма разности. Это есть разность, сумма производная. Поэтому разбиваем на кучу производных. Ребят, записать ли я? Что-то я не слышу вашей реакции. Ребят, написать или не нужно? Или все такие, у меня не знают, как делать. Итак, смотрим. Производная в 15х. Смотрим. Число имеем право вынести за знак производной. Потом получаем, что берем производную от 15х, 15 внести, производная от x. Сколько это? Помните, у нас была эта формула? Было записано, что это единица. Потом взяли производную вот этой функции. Получили, что здесь стоит просто 15. Дальше. Число минус 3. Переписали. Берем производную от синуса 2х. Ребят, производная от синуса. Это косинус. Потом смотрите, пишем косинус. Аргумент, который у нас стоит. Вот наш аргумент. Я его желтеньким рисую. Мы его переписываем. То есть, смотрите, мы взяли пока производную от синуса 2х. Но теперь смотрите, что это косинус 2х. Это мы его списали. Но теперь смотрите формуле, которую я вам давала. Еще умножаем на производную от нашего аргумента. То есть, вместо x, а что у нас стоит? 2х. Потом мы должны домножить на производную от 2х. А производная от 2х сколько это? Это 2. Потом смотрите, да? Вот эту 2х. Производную от 2х. Вот я сюда ее записала. Ну, производное число. Это просто 0. Итак, первый шаг. Мы начали назначение. Производная. Смотрим наш второй шаг. Какой у нас второй шаг? Допом. Итак, мы пытаемся найти, где производная положительная. Ребят, еще раз. Задача. Мы не ищем, где производная равна 0. Мы ищем, где она равна 0, где она положительная, где она отрицательная. Да, смотрим, да, что. Пытаемся решить, где производная равна 0. Смотрим, что получаем. 6 косность 2х есть 15. То есть косность 2х это и есть. Сколько? 15 в 6. Больше 1. Косность больше 1 может быть? Не может. Что делать? Нет у нас решения. Нигде у нас производная равна 0. Решения нет. Что делать? А задача первой части. А должны получить конкретное число. Поэтому, что делать? Продолжаем нашу глубокую мысль. Еще раз. Мы не ищем, где производная равна 0. Ищем, где она положительная, где она отрицательная. Равна 0. Ну, не равна 0. О чем говорит? Она говорит о том, что производная либо везде положительная, либо везде отрицательная. В нашем случае какая она? Смотрите. Вот это число, оно переселит все. Что какое значение коснется? Мы не возьмем. Все равно производная будет положительная. Берем? Что косность 2х будет от минус 1 до 1 границ. Любое число поставить. То есть 15 плюс минус 6 в любом случае и в плюс. То есть производная везде положительная. А если производная положительная, о чем говорит? Что мы взрастаем. И так везде наши функции взрастают. В том числе на этом отрезке. Ну, теперь смотрим, как здесь закончится. И ставим наши ворота. Итак, смотрим. Функция везде взрастает. Зарисовали. Теперь ставим наши красные ворота. Отмену спины до 0. Поставим. Ну, и теперь смотрим то, что нам нужно сделать. Смотрим. Знаете, какое значение? Наибольшее. То есть ищем, в какой точке у нас самая высокая. Как у нас точка самая высокая? Нуля. Потом наибольшее значение. В какой точке? Нуля. И что остается сделать? Записать 0. Вот это правда. Серьезно? Еще раз смотрим тех задач. Чего найти? Значение функции. А мы нашли только точку. Так. Поэтому мы нашли, что в точке 0 наибольшее значение. Нам нужно, как раз это наибольшее, то есть точка 0, найти значение функции. Значит, ищем что? Значение функции в какой точке? В точке 0. Подставим. То есть еще раз. Подставляем всегда только в то, что у вас напечатано. Видно? То есть вот сюда ставим 0. Синус 2 на 0 это 0. Получаем 15 на 0. Получаем какое число от этих? Чего от этих получаем? Еще раз. Какое число получаем? Что-то от вас нет ответов. Вы обидны. Так, получаем просто пятерочку. Так, задачи сделаны. Так, ну теперь, ребят, пошел. Следующий тип задач. Очень-очень хитрый. Еще раз. Не рекомендую так делать. Но подходит. Хорошо? Итак, метод, который... Ну вот, если у вас задача найти наибольшее и наибольшее значение функции, и у вас есть функция, с которой вы работать не умеете. Есть такие у нас, в которых, к сожалению, не умеют работать с производной. Вот те могут сделать просто методом. Ну, наушная вот такая, либо методом через подгон. Вот этот метод мы с вами сейчас разберем. Хорошо? Еще раз, ребят, не рекомендуется. Но надо прокатывать. Хорошо? Что вначале делайте подгон, потом проверяйте через производную. Либо наоборот. Так, либо не умеете. Производным делайте эти методы. Как это делать? Смотрим, что у нас стоит. У нас стоит произведение. Смотрите, у нас есть, стоит, какая-то красивая функция, на самом деле, да? Что мы можем так сказать. И у нас стоит функция Е-Степеникс. Зам – это кривая, корявая и так далее. Как его назвать? Почему корявая? Так что Е в ответить бы не может. Есть такая? Потом смотрим. Е у нас какой-то, каким-то способом должно исчезнуть. Согласны? Е в ответе бы не может. Как у нас может это Е в исчезнуть? Либо, если у нас будет здесь стоять 0, тогда 0 умножаем на любую кривую функцию, получаем 0. Либо вот значение Е в степени 10-X должно здесь получить какое-то красивое число. Красивое число, которое получаем таким методом, это только единицы. То есть если у нас будет стоять Е в нервной степени, вместо этого, у нас будет ответ красивый. Поэтому, к чему приходим? Либо у нас будет стоять точка, в которой будем искать, либо то, что у нас Е в степени 10-X, будет Е в нервной степени. То есть 10-X должно исчезнуть. И появится 0. И мы ищем значение в этой точке. Либо X-9 равно 0. Паузу делаем, пожалуйста. Делаем. И так смотрим, да? Что мы говорим? Что наш показатель 10-X будет равен 0. Тогда мы в какую точку выходим? На точку 10. Теперь смотрим интервал, который есть. Должно убедиться, что точку, которую нашли методом, входит в интервал. А у нас ходит? Ходит. Уже хорошо, уже работает. И теперь ищем значение функции. Полученные точки. И смотрим. То есть убираем между полученным значением и 0. Делаем. Смотрим, да? Берем в точке 10. Ребят, значение в точке 10. Какое будет? 10-9. Единица. Здесь считать не будем, потому что здесь у нас будут тоже единицы. Мы специально подбираем, чтобы здесь стоило красивое число. Добавляем единицы. То есть это 0-ая степень. Вот мы получили число какое? 1. И выбираем между 0 и единицей. Потом что будет в ответе? Наибольшее значение 0 или 1. Что больше? А что в ответе? Что будет? Правда? 1. Все. Так, ну еще чисто подгон. Вот такая задачечка. То есть найти наименьшее значение функции. Вот такая вот. Чисто подгон пытаемся делать. Делаем. Смотрим. Здесь у нас в разделе нету. Потом 0 мы не можем как-то получать. Делим. Функция красивая. Функция, в назовем, корявая. У нас указан промежуток, на котором найти это значение. Итак, смотрим. Да что красивая? Корявая. Мы должны избавиться от корявой. Как избавимся? Если здесь будет стоять капучка, 0. Ребят, напомню, что даю задачи тем, у кого еще не было даже алгоритм. Хорошо? Вот ln – это логарифм. Так называемый нейтральный алгоритм. Короче, для вас это свой алгоритм. Хорошо? Производная нейтрального алгоритма – это и есть единица разделить на х. Записать нужно? Ребят, нужно еще раз? Нет? Так, ну ладно. Ну, ребята, короче, тогда смотрим так. Что у нас стоит? Вот такая функция корявая. Должна избавиться. То есть здесь должно получать значение 0. Значение логарифма равно 0, тогда, когда то, что стоит под знаком логарифма, равно единица. Мы выходим на такое красивое, суперсутное, красивое выравнение. То есть то, что стоит под логарифмом, приравняли единицу. Вышли, что х будет раньше, минус 2. Смотрим. Минус 2 вошло в отрезок. Вошло. Потом смело ищем значение функции. Точки минус 2. Напомню, что здесь стоит 0. Потом с этой здесь уже работает, не имеет смысла. 3 умножаем минус 2. Что же сделали? Получили вот эти минус 6. То есть посмотрите, да, если хотите, попробуйте сделать. Я просто делаю пусто, нету подгону. Хорошо? Итак, найти наименьшее значение функции. Вот, и будет указан отрезок. Итак, 3 секунды. Наступно найти, в какой точке будете брать значение. 3 секунды прошло. Какое? Итак, смотрим, вы должны избавиться от логарифма. То есть получать 0. Тогда то, что стоит по знакам логарифма, будет равно 1. 11х равно чем 1? 1. Вышла на точку 1. Промежетка вошли? Вошли. Теперь смело. Вставляем 1. 1. Получаем хорошее значение. Так, но опять-таки особо не радуйтесь, что медленный подгон, где он только в том случае, если нормально, не можете. И он работает, к сожалению, не всегда. То есть поставили некоторые типы задач в два года, которые уже медленный подгон не решаются. Поэтому делается через призванную. Вот. Но так как вы сказали, что логарифм еще не был, выкладка не была призванной, мы идем в таком режиме. Так, мы смотрим, да, что следующий тип задач, которая осталась, это найти наименьшее значение функции, наибольшее значение функции. Смотрели? Так, ребят, эти задачи мы делаем другим немножечко способом. Знаете, каким? У меня там здравый смысл. Ребят, смотрите, да, что если будем брать производную наших функций? Скажите, пожалуйста, я давала, если мы посмотрим таблицы, я давала производную только для натурального алгоритма и для E в степени X. А здесь стоят показательные функции. Эти формулы не давали. Почему? Потому что мы можем спокойно делать задачу, не сталкиваясь с этим формулом. Как делать? Через здравый смысл. Вот. Поэтому, ребят, мы просто оговорим, как это делать, хорошо? Итак, как решать задачу? Через здравый смысл. Что если у вас стоит вот такая сложная, скажем так, функция? Ребят, вы берете функцию, которую, смотрите, у вас дают два какого-то степени. Вы вводите смысл от того, что стоит наверху. От того, что стоит наверху. То есть получаете какую-то функцию, Y, K, D. Работайте с этой функцией. Через производную. Либо строите что-то. Либо выходите на совершенно правду. Выходите на единственную точку и уже работаете с ней. Работаете с логарифмом. Логарифм видите. Опять-таки, вводите функцию, которая стоит по знакам логарифма и работаете с ней. И таким образом вы выйдете на нужную точку. То есть вот так делаются эти задачи. Терпим. Ну что, очень-очень много информации, которую тяжело пока переделать. Ну смотрите, в конце точная информация, которая может пригодиться. То есть найти тонус наклона касательного. В переводе на русский язык найти значение производной, в указанной точке. Вот как определить точки максимума? Вот у вас информация табличная. Так, следующая задача. Дана траектория найти скорость через какое-то время после начала движения. Переводом на русский язык. От вас требуется найти значение производной, в указанной точке. То есть время начала этого у вас точка. Траектория. Это ваш функция. Ишь ты производной, вы уходите на скорость. Ишь ты значение производной, в этой точке. Ну смотрим, да, что следующая задача, которую даю, если хотите, попробуйте сделать. Самостоятельно для закрепления. Ну, те, кто смотрит записи, ставят паузу, решают. Для всех остальных показываем решение. Ну, более сложная задача, более сложная задача, рассмотрят, насыщен конец. Хорошо? Ребята, вопросы, предложения кидайте мне либо на почту, либо звоните. Ну, только не очень поздно. Хорошо? Ладно. Ну вот, основной тип задач мы с вами более-менее рассмотрели. Ну вот, если вас интересуют какие-то темы, которые бы мы хотели рассматривать, ребятки, пишите. Не стесняйтесь. Хорошо? Ну, не так. Ну что, всем спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова